На сцену поднимаются 15 участников конкурса. Номинации три. Общие, а также две специальных. Основы православной культуры и кубановедения. Александра Сергеевна преподает русский язык и литературу в пятой школе. Общий стаж три года. По ее словам, участие в конкурсе это прежде всего проба сил. Сама всю жизнь любила и любит читать. Нужно, наверное, вдохновленным быть этим предметом. И если ты сам вдохновлен, то и детей ты сможешь тоже вдохновить. В жюри представители муниципалитета, ученые, заслуженные педагоги, в том числе победители аналогичных конкурсов, оценивать будут все. Внешний вид, форму подачи, методики. Одно из заданий – провести урок в совершенно незнакомом классе. Специалисты называют его одним из самых сложных. Для города это значимое мероприятие. Я желаю каждому, кто выйдет на эту сцену, где будут какие-то другие испытания и состязания, быть на высоте, быть выше каких-то волнений, почувствовать себе эту профессиональную силу, гордость за эту профессию. В Анапе конкурс начали проводить в 1989 году. Это была инициатива самих педагогов. И тогда, и сейчас стоит задача выявлять таланты, повышать популярность профессии в целом, а также общий профессиональный уровень в отрасли. Ведь у нас же лучшие педагоги участвуют в этом конкурсе. Показать их на нашем местном уровне. Вот этот отряд таких замечательных людей, которые через конкурс себя тоже показывают. Анастасия Колесникова в 2017 году стала лауреатом конкурса на краевом уровне. Она преподает русский язык и литературу в гимназии Эврика. Старается внедрять новые мультимедийные технологии. Например, прочитав стихотворение, дети не пишут традиционные сочинения, а делятся впечатлениями в форме интервью, а потом вместе смотрят получившийся фильм. Детям очень нравится, потому что это связано с видео, это связано с интервью, и это связано с каким-то необычным преподнесением материала. Для Анастасии участие в конкурсе стало стимулом для дальнейшего совершенствования. Уже в ближайшие дни станет известно, что нового анапские педагоги представят на краевом этапе, который состоится этой зимой. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.